Вы знаете, как я вам скажу, приезжаешь в Германию, они тоже ее забывают. Но когда они вам скажут, что давайте-ка вот войска на Краке Герак, у них это в печенках сидит, там Сталинград и другие вещи. Конечно, 27 миллионов это беспредел, безусловно, я согласен, но 9 миллионов на германское население это тоже очень прилично. Берали такой нюх. И, казалось бы, понимаешь, что ты делаешь, зачем ты это делаешь, атакуешь другие страны убиваешь невинных людей. У тебя вот, видите, сейчас было, когда вы вызывали нас на этот, я им говорю, а как же вот вы те самые, вот в Финишской телебашне, или там вот в Вечных Братьях, да. Мои эти люди за свободу, за свободу, да, казалось бы, власть, понимаете, люди живи. Да, живи. Ну, вы знаете, я вот когда вот я разговариваю с кем-то, я всем советую посмотреть вот фильм, очень хороший фильм. Название, правда, литкомусное, девушка с татуировкой дракона. Это свои потребности. И вот они у них начинают, а что, организму нужно что-то. И он начинает там вот это, убийство какие-то, истязать. И когда я человек вот на днях, может я, ну, посмотри, как ты понимаешь. Я не знаю, там, наука, что-то придумать, где делать жизнь лучше. А когда ты живешь не ради чего, вот из каждого возникают какие-то сакхи. Замораживать, это он сделал, человек, своими руками. Вот то, что у нас в консульстве работает. Я тогда в консульстве был, я помню, время, когда я помог кому-то. Это как польза, понимаете, под отход, что он идет. Он идет как-то вот, идеология своя появляется. Одно дело, если они там между собой... Ну что, давайте команду подойти. Вперед, ребята. Давайте. Всех вас все равно не перекнили. Ты с дьятого мая еще остался? Да, вот, вот, свеженький прямо, с дьятого мая. Или здесь дожди идут, да? Теперь вы, наверное, да? Потом уже пару слов скажем, да? Может, каждый брат, где-то подставит. Может, каждый брат, где-то подставит. Уважаемые друзья, мы сегодня в день скорби и памяти отмечаем память, поминаем первые жертвы первого дня Великой Отечественной войны. Поминаем жертвы мирного населения, в первую очередь детей, кенерского лагеря в Паланге, когда был разбомблен. Это и Красноармия, семьи офицеров Красной Армии. Это и отступающие жители в эвакуацию, которые шли. Это и солдаты, которые приняли бой. Героический бой, рассяния, колащевляй. На сайте посольства Российской Федерации размещена статья президента Российской Федерации Владимира Великой Отечественной войны, в которой очень широко рассмотрены все обстоятельства Второй мировой войны. И много места уделено именно вот этим первым дням войны. Емко, обширно. Поэтому мы еще не раз, я думаю, вернемся к этой статье и будем обсуждать, и рассматривать ее все мысли. А сейчас я хочу предоставить слово советнику-посланнику Российской Федерации Сергею Владимировичу Рябакову. Спасибо. Да, ну вот смотрите как. 79 лет. Вы можете представить, кто-то родился тогда, в этот день. И этому человеку, если он дожил до этих дней, уже 79 лет. На каком-то этапе было такое веяние, что как бы стали меньше внимания уделять этому празднику. Ну вот в последние годы, особенно десятилетия, я бы даже сказал, вновь пошла такая вот волна повышения, что ли, отношения к этому дню, к этому памятнику, к этому дню, вот этой вот дню памяти и скорби, как он потом у нас вот получил название. Вот. И я, когда думаю об этом дне, я вот сегодня, когда сейчас вот мы шли, я задумывался о том, конечно, погода была в тот день. Была она вот солнечная или она была такая, какая она сейчас вот. Но в любом случае было так же светло, как и сегодня. Сегодня наши коллеги уже были здесь в 4 часа утра, когда началась война. И я в этой связи просто хотел бы повторить слова одного очень известного человека, Юлиса Фучика, который сказал по этому поводу, не только по этому, он сказал, люди, будьте бдительны. Потому что то, что произошло 79 лет назад, от него не застраховано ни одно поколение в будущем. Вот корень всех вот этих вот проблем, которые дали толчок и тем событиям, он находится во многом внутри самого человека, что ли называть. Только одни люди есть более миролюбивые, они находят возможным просто жить, радоваться жизни, воспитывать своих детей, им не нужно никого захватывать, завоевывать. А у других что-то постоянно жужжит, зудит где-то. И вот они пытаются постоянно что-то дестабилизировать. Мы видим, и в наши дни это происходит. Как по мановению волшебной палочки, как будто, знаете, тумблер такой включается, и все говорят там, полно говоря, про Северную Корею. Потом переключился, про Иран, потом про Сирию, про Ливию. Мы видим, что в Ираке вот произошло, когда страна была вот так же атакована, но она была разгромлена, потому что не было того лидерства, которое было у нас в Советском Союзе в то время, которое позволило бы сохранить эту страну. Афганистан разгромлен вот так же. Поэтому мы видим, что те события, которые мы здесь сегодня вспоминаем, 22 июня 1941 года, они повторяются в той или иной мере и в сегодняшние дни. Только Советский Союз с ценой вот этих вот огромных, огромных просто, вот посмотрите на вот эти вот, это же все люди лежат здесь. Вы можете представить, вот они здесь, вот они там, это же живые люди. Это та цена, которую мы заплатили, весь советский народ заплатил. Русские, украинцы, белорусы, это люди с Кавказа, люди со Средней Азии, евреи. Все они внесли свою лепту в то, чтобы вот мы стояли здесь, чтобы я вот в этом вот костюмчике, вот мой дед тоже, который лег в 1944 году, правда, пропал без вести. Чтобы я сейчас вот в этом костюмчике, в Галстуке стоял спустя 79 лет после начала войны, вот на этом месте. Поэтому я хочу сказать, что я помню, нет-нет, я вспоминаю даже в течение года, не обязательно, так сказать, какой-то повод был бы. А просто эти мысли, как по 9 мая, какой ценой нам это досталось, так и по сегодняшнему дню, они приходят в голову, и они никуда не деваются. Вспоминаю, мысли не из легких, я должен сказать, но в итоге я хочу подчеркнуть, что приятно, что я очень благодарен вот этим вот людям, которые лежат здесь, что они сделали такой выбор. Потому что даже среди наших коллег, я имею в виду, ну коллег, россиян что ли, нет-нет, да и встречаются такие, а зачем мы сопротивлялись, а если бы мы не сопротивлялись, то 27 миллионов бы не погибло. И все бы остались живы, но что была бы это за жизнь, вы поймите. Одно дело, когда ты чувствуешь себя человеком, да, а другое дело, когда ты чувствуешь себя рабом у тех людей. И вот чтобы мы не были рабами, а эти 27 миллионов легли. И я хочу им сказать, вот спасибо вам за то, что вы вот такой выбор сделали. Наверное, так я хотел бы сказать. Хотите сказать, пожалуйста. Мой папа с 43-го года на фронте, с Курской дуги. Ему только-только исполнилось 18 лет 9 июля. Но он не любил рассказывать про войну, как, впрочем, и все фронтовики. И никогда не носил медаль. На 9 мая, вот 8-го, 7-го, его приглашали в школы, он не ходил. Не мог вспоминать, тяжело было очень. Однажды мы, дети, открыли альбом, увидели там папину фронтовую фотографию. Он в госпитале, и у него забинтована шея. Мы говорили, папа, ты, наверное, тоже поел мороженое и заболел. А он всегда отшучивался, веселый был. Да, конечно, поел мороженое и заболел. Когда мы подросли, и все-таки мы упросили, папа, расскажи, что случилось. Он рассказал, что мы брали, папа служил в разведке, мы брали город Николаев. Закончились патроны и пошли в штыковую. И на меня набросился крепкий немец. И начал меня душить. А папа был худенький, и вообще у него кличка была Фитиль. И сил уже у него не хватало сопротивляться. Его выручил друг. И папа оказался в госпитале. Я все время думаю, вот, а если бы это не случилось, если бы папу не спасли, не было бы моей семьи, не было бы меня. Я всю жизнь ищу этого человека. И папа искал друга папиного. Но мы найти его не можем. Потому что очень многие... Папе повезло. У него руки, ноги целые, уши, глаза. Очень много было инвалидов. Они приходили в наш дом и даже завидовали папе. Но папа вообще всегда молчал. Вот многие рассказывали о своих подвигах. Он всегда молчал. Хотя и орден славы, орден красной звезды, две медали за отвагу. Вот такой был мой отец. И когда у меня спрашивают, а почему ты здесь? Ты чужая, ты сибирячка. Ты чужая, ты занимаешься не своим делом здесь. Мне всегда это больно. И хочется сказать, ребята, папа освобождал и Кенигсберг. Он брал этот город. И тоже очень много рассказывал. Мне очень хочется много это написать, много это рассказать. Но пока вот как-то... Как-то что-то не получается еще. Очень хочу это сделать. И сейчас, думаю, мы книгу сделаем, альбом «Бессмертный полк». Мы уже пять лет строимся. И я думаю, что это движение еще будет иметь силу. Я думаю, что мы еще очень много сделаем. Дай Бог вам всем здоровья, мира, радости. Я очень люблю эту землю. Я привыкла здесь. Я уже 30 лет здесь живу. И я стараюсь приходить сюда. И в 4 часа утра. И сегодня мы были здесь. И вот сейчас я с вами... Спасибо большое всем. Царство Небесное нашим ушедшим. Вечный покой. А нам здравия, мира и добра. Спасибо. Спасибо. От десантников у нас, уважаемых шестеринников, скажет. Спасибо. Война коснулась всех. Почти все население страны. Почувствовал он себе. В нашей семье, вот у меня не вернулись два дяди, после тяжелого ранения на Ленинградском фронте, отец остался жив. Но тем не менее, вот это участие давало ему право и рассказывать, что происходило в этот момент на фронте, как они воевали. Но я хочу просто прочитать стихотворение Константина Симонова, коротенькое, как раз о первом дне войны. Тот самый длинный день в году с его безоблачной погодой нам выдал общую беду на всех, на все четыре года. Она такой вдавила след и стольких на земь положила, что двадцать лет и тридцать лет живым не верилось, что живым. А к мертвым выправив билет, что едет кто-нибудь из близких, а время добавляет в списки других, которых еще нет, и ставит, ставит обелиски. Спасибо, господин. Я приглашаю почтить память. Сейчас, минуты молчания есть. Два слова хочу сказать. Пожалуйста. О факте, который нельзя не вспомнить или умолчать. 22 июня 1941 года стал первым и последним днем войны для большого числа курсантов Веленского пехотного училища, которое в этот день находилось в лагерях в районе Швенчонеляй и подверглось страшной бомбардировке немецкой авиации. 1200 человек, которые там находились в это время на летних сборах, из них выжило, и огромная часть из выживших попала в плен в районе Витебска, только 300 человек. Вот такова была цена начала войны для этих мальчишек, которые посвятили свою жизнь служению. Они служат и сегодня. Именно про них написал один неизвестный, малоизвестный поэт. «Нас нет, но мы еще воюем в пропавших без вести полках». Вот эти мальчишки – это та память, которую оставили нам литовцы, русские, евреи, украинцы, будучи курсантами этого училища. И здесь, на этом кладбище, покоятся несколько из них, впоследствии вписавших яркую страницу в истории Литовской Республики. И один из них, мы сейчас наверняка пройдем мимо них, это легендарный разведчик 18-й разведроты, курсант Веленского пехотного училища, Паулюс Щервис, гениальный литовский поэт. Мимо него сейчас будем проходить. И, конечно, есть необходимость отдать ему воинскую честь. Спасибо. Уважаемый, я приглашаю вас почти в память минуты молчания павших. Паулюс Уважаемый, я приглашаю вас почти в память минуты молчания павших. Продолжение следует...